Национальные проекты – инструмент для развития регионов. Чтобы достигнуть цели, обозначенных в майских указах Владимира Путина, в федеральном бюджете на трехлетний период предусмотрено свыше 9 триллионов рублей. Как поручения президента страны реализуются на местах и какие задачи стоят перед региональными властями, обсудили в Доме правительства. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Майские указы президента страны лягут в основу более 60 федеральных проектов на реализацию приоритетных программ в трехлетнем бюджете региона заложено свыше 17 миллиардов рублей. Это перспектива для жителей Шумовской республики и по адресовому принципу, и по территориальному принципу. Сейчас как раз федеральных министерств уже проекты, параметры, по тем нераспределенным суммам ставлю задачу в ежедневном, ежечасном режиме отслеживать, соответственно, и работать как по национальным проектам, так и по федеральным проектам, которые сейчас федеральные министерства представляют правительство, отдельно уже утверждены. В приоритете развитие экономики, а для этого необходимы квалифицированные кадры. В планах на ближайшие годы создание 25 миллионов модернизированных рабочих мест по всей России. Касаясь высокотехнологичных рабочих мест, и вам больше прошу тебя самим взять на контроль, мы должны уже создавать, президент разручил, 25 миллионов рабочих мест. У нас тоже предприятие открывается, и не все другой оборот у нас увеличивается лет на год на 11%. Это как раз выполненная задача, которую поставил перед нами президент России. С 96 странами мы ведем на сегодняшний день не все другой оборот. В республике должна вырасти и доля экспорта сельхозпродукции. Сегодня все продается, ничего не залеживается. Даже те, которые в пруды взяли гидротехнические сооружения военных, они науки уже зарабатывают на рыбу. Биоресурсы, где соответствующие шлюзы и гидротехнические сооружения соответствуют. Хотя столько споров было. Основа стратегии развития страны – демографическая политика. Рождаемость должна стимулировать программу доступности дошкольного образования. В детских садах необходимо создать еще порядка 3000 ясельных мест. Тем самым мы обеспечим доступность шагу молодым мамам, у которых имеются дети ясельного возраста. Вот на слайде показано, это фактически у нас по месту жительства. Вот в Чебоксарах – это практически там около 30 детских садов, дополнительно появятся ясельные места. Планируется 14 детских садов построить. Это больше всего 9 детских садов в Чебоксарах, Комсомольском районе, Чебоксарске, Цивильский, город Канаш и Новочебоксарск. Реализацию приоритетной программы с главами регионов обсудила и вице-премьер Татьяна Голикова. Чтобы сократить очереди в детские сады с федерального бюджета с субъектом страны, уже направили 50 миллиардов рублей. Создавать ясельные места планируют в рамках нового национального проекта «Демография». По такому же пути в правительстве России пошли и в 2013 году. За это время дошкольное образование стало доступнее для большинства детей от 3 и до 7 лет. С 3 лет обеспеченность местами их садиков 99,9%, а проблема для детей до 3 лет, потому что обеспеченность у нас 67%. На создание ясельных мест из федерального бюджета республики выделят порядка 2 миллиардов. Решить проблему с очередями в детские сады намерены к 2021 году. Дмитрий Ковалев, Елизавета Зайцева и Бахтияр Велиев, Республика.